Добрый день, уважаемые коллеги, партнёры и инвесторы, с вами Александр Сударев. 25 февраля 2019 года проект двигателя Дуйнова перейдёт с 7-го сразу на 9-й этап финансирования, пропуская 8-й этап. Это означает, что инвестиционные доли будут стоить дороже, а с учётом пропуска 8-го этапа, в этот раз дисконт будет снижен в 2 раза больше, чем это было ранее, например, при переходе с 4-го на 5-й этап. Обращаем ваше внимание, что 24 февраля – последний день 7-го инвестиционного этапа, и ваша последняя возможность приобрести долю в компании по текущей стоимости. Сравнить дисконты на пакеты 7-го и 9-го этапов вы сможете по ссылке в описании. Так почему же мы пропускаем 8-й этап финансирования проекта? Дело в том, что задачи и цели, которые планировались к реализации только на 8-м инвестиционном этапе, удалось выполнить уже на 7-м. Седьмой этап развития проекта был насыщен важными событиями, которые позволяют нам сделать большой шаг вперёд. 17 декабря 2018 года компания «Совелмаш» утверждена к вступлению в особую экономическую зону – Технополис, Москва, на площадку Алабушева. 15 февраля 2019 года был подписан договор между ООО «Совелмаш» и ОЭЗ. Сегодня проект «Дуенова» официально является резидентом ОЭЗ «Технополис, Москва». Ведутся активные работы по организации строительства будущего проектно-конструкторского предприятия по оформлению документов с подрядчиком. Начало нулевых работ запланировано на весну 2019 года, начало строительства – на лето 2019. Запущено и уже опробовано в работе новое оборудование – литейная установка и установка для вакуумирования. Составлена заявка на дополнительное оборудование, чтобы повысить мощность испытательного стенда до 100 кВт. Сейчас стенд ограничен 10 кВтами. В Зеленограде взяты в аренды дополнительные площади для расширения функционала «Совелмаш». Организован дополнительный рабочий участок и отдел капитального строительства. В лаборатории проведены испытания мотор-колес, двигателей, общепромышленного назначения, BLDC-моторов и различных контроллеров для них, в том числе собственного контроллера «Совелмаш». Ведутся расчёт создание, тестирование новых двигателей и демонстрация возможностей технологии. Формируются новые протоколы, программ и методик испытаний. Благодаря полученному на предыдущем этапе коду компании-разработчика, всем разработанным нормативным документам присваиваются доцимальные номера и вносятся в журнал регистрации. Доработан собственный контроллер «Совелмаш». Идёт подготовка к аттестации лаборатории. В Китае продолжает активно популяризироваться технология «Дуйнова» благодаря деятельности Виктора Арестова. В октябре 2018 года технология «Дуйнова» была названа передовой в энергосбережении, вошла в девятку топ-технологии и удостоилась премии правительства «Шаньдун». Первая партия двигателей DA-90S, производимых серийно в Китае по технологии «Дуйнова», в ноябре была доставлена в Москву. Команда активно занимается новыми разработками для того, чтобы сократить сроки выхода компании на доходность. Пример одной из разработок — это специализированный асинхронный привод, рассчитанный для применения в электроинструменте. Проводится успешное испытание привода на углошлифовальной машине. Партнерами компании Motorized Systems запланировано открытие в Москве сервисного центра по обслуживанию и продаже электродвигателей с шоурумом, где можно будет посмотреть и опробовать транспортные средства с мотор-колесом, а также электродвигателями, созданными по технологии «Дуйнова», и увидеть и приобрести двигатели DA-90S и DA-100S. Сегодня Motorized Systems является генеральным дилером АСПП по продаже двигателей DA-100S и DA-90S в Москве. Публикации о технологии Дмитрия «Дуйнова» всё чаще появляются как в научных изданиях, так и в популярных СМИ. В разделе «Идеи решения последнего номера журнала «Изобретатель и рационализатор»» за сентябрь-октябрь 2018 года вышла статья под названием «Модернизация асинхронных машин». За авторством Игоря Корхова, Евгения Дуйнова, Яны Тепловой и Артура Пронина расширен функционал личного кабинета проекта, подключены литовский, китайский, индонезийские языки, а также новый способ пополнения счёта, благодаря которому инвесторы со всего мира могут пополнить счёт в долларах и евро с банковских карт, виза и мастер-карт. В процессе разработки находятся предварительные договоры и новые системы взаимодействия с ОВЛМАШ с заказчиками. Прошли живые встречи презентации проекта в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Астане, Алмате, Минске и Москве. 16 февраля 2019 года прошла первая международная конференция проекта в Москве. Конференция собрала более 500 человек, в числе которых представители более 11 стран. Теперь мы можем говорить о том, что проект не просто перешагивает через этап, переходя с 7 на 9, а получает новую отправную точку, новый уровень своего развития. Уважаемые инвесторы и те, кто только собирается присоединиться к проекту, обращаем ваше внимание, что с переходом на 9 этап дисконт будет серьёзно снижен. Используйте возможность приобрести инвестиционные доли компании по дисконту 7 этапа. Напоминаю, что переход на 9 этап финансирования состоится 25 февраля. На этом всё. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. А также не забудьте сделать репост этого видео. Этим вы очень сильно поможете в развитии проекта. До новых встреч!